Друзья, привет! Меня зовут Дмитрий Козик. Меня зовут Виталя, и я Реальный Текст. Я бы сегодня хотел с вами поговорить о своем задержании, как это было. Хотелось бы привозить сюда запись прямого эфира, то есть как я записал все это, но, к сожалению, власти, а в данный момент представители силовых структур, кто конкретно, не могу назвать, потому что не видел, как это было, но они ликвидировали эти две записи. Два файла с моего телефона исчезли. Как это было? После того, как я начал записывать... Какой-то бардак. Пройти нельзя. И меня задержали. Задержали незаконно, то есть не представившись, применив насилие, не назвав причину. Затолкали меня в автобус и дальше применением насилия. Отобрали телефон, то есть я снимал, телефон выбили у меня из рук и не отдавали. На мои законные требования, чтобы телефон, личное мое имущество было конфисковано с учетом применения понятых, видеофиксации, протокола. Мне ответили грубо, что телефон я свой не получу, причину не назвали, отказывались представиться и прочее, прочее, прочее. Дальше применялось ко мне физические воздействия. Какие? Толкали, угрожали, давили. Так вот, телефон этот положили в конверт, написали мою фамилию, и в дальнейшем я его увидел один раз в полицейском отделении участка. После чего этот телефон я увидел, когда мне выдавали мои вещи, когда мы выезжали в суд. Мы в автобусе, нас повезут в так называемое судилище, где нам дадут самую справедливую оценку нашей деятельности. И я увидел, что конверт надорван, соответственно, он был распакован. И у меня тут уже закралось сомнение, что случилось с конвертом, почему он распакован, почему он надорван. Ну и впоследствии уже в автобусе, проверяя свои личные записи, я увидел, что там удалены два файла. Два файла с тем моментом, когда меня задерживали. Почему? Ну, я так понял, все вам понятно. Задержание грубое, не представлялись, нарушения. Все это шито белыми нитками. И так всем понятно. А почему это делается? Они просто боятся. Боятся нас, простых граждан. Людей, выходящих на улицы и говорящих, мы не согласны. И вообще, петербургская полиция применяла электрошокер направо и налево. Не согласны с тем-то, с тем-то, с тем-то. Не применяя никакого оружия. Люди, которые уже не сопротивлялись, люди, которые не оказывали сопротивление. Мало того, что их избивали дубинками, на них наваливались толпой. Так еще полиция применяла электрошокер, просто как какие-то садисты, с такой звериной жестокостью, наслаждаясь буквально тем, что они делают, наслаждаясь своей властью и тем беспределом, который они творят. Не применяя физического давления. Задержания, которые проходили в Петербурге, выглядят страшно. Человека впечатывают в стену. Вот накидываются на него, заламывают и куда-то там уводят. Боязнь силовых структур налицо. Поэтому, к сожалению, друзья, не могу предоставить вам тех файлов своего прямого задержания. Но сохранилось много чего другого, сохранилось много воспоминаний, чем я, соответственно, с вами и делюсь. И буду делиться, и буду продолжать такие вести репортажи. Запугать им меня не удалось. Это самое главное. Самое главное — не бояться. Самое главное — говорить об этом. Слегка замученный, но уверенный в том, что победа будет за нами. Говорит, что «Ребята, я вас не боюсь. Я вас посажу, засужу, докажу свою невиновность, буду отстаивать свои права, чего бы мне это не стоило». До новых встреч, друзья. Не боимся. Всем удачи. Когда нам можно будет пройти? Пока стоим. Хорошо. Пока стоим. Там просто сказали, что можно пройтись. Стоять можно, не запрещается. Давайте пойдем.